Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рисуем зимних птичек. И выберем мы, конечно, самых красивых, ярких. Это будут снегири, украшения нашей природы. Эти красногрудые птички появляются в начале зимы. Снегирь прилетит, а зиме известит. Может быть, вы уже видели их? Когда первый раз увидишь снегирей, поскорее загадывай желание. А пока давайте нарисуем наших пернатых гуашью. Итак, нам надо подготовить лист формата А4 или А3 по желанию, карандаш, ластик, гуашь, кисти, щетину и номер 2 или номер 3, баночку с водой, салфетку. Для начала выполним набросок карандашом. Тоненькой линии наметим веточку ели с левой стороны в нижний правый уголок. И добавим короткие веточки. А теперь рисуем снегиря. Туловище в форме яичка. Головку кругленькую. Клювик толстенький, по форме ягодки. Кругленькие глазки. Спинку выравниваем, отделяем крылышко, хвостик лопаточкой, не длинный, и слегка наметим иголочки на веточки. Ну вот и получилась наша птичка. Пока только в наброске. Снегири чуть больше воробья. Легкие, пушистые, толстенькие и очень даже симпатичные. Теперь широкой щетиной нарисуем фон. Голубое небо. Голубое небо. Голубое небо. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, когда высох вон, возьмём коричневую краску, воспользуемся кистью номер 3 и нарисуем веточку. У снегиря красная грудка. Нарисуем её. От головки захватим шейку и к хвостику чуть светлеем. Далее смешаем белую и немного чёрную и закрасим светло-серым спинку и крылышко, а также немножко обозначим серым клювик. Чёрным цветом головку, уточняем объём головки, кончик крылышка и хвостик. КОНЕЦ Белым внизу под хвостиком и пёрышки на крылышке. Уточним положение глаза белым цветом и клювик. Немного тёмно-серого или чёрного цвета добавим в клювик. И рисуем чёрный круглый зрачок. Обязательно оставим на нём маленький белый блик. По всем пёрышкам, тоненькой кистью выделяем короткими штришками пушистость оперения. Подчёркиваем объём грудки, крылышко, хвостика светло-серой и белой краской. Рисуем иголочки. Сначала светло-зелёным, а затем темнее зелёным цветом. Так мы подчеркнём объём веточек. А вы догадались, какое зимнее слово прячется в названии этих птичек? Да, конечно, снегирь от слова «снег». Они – предвестники снега. А знаете, ребята, это очень дружелюбные семейные птички. Если вы видите одну птичку, знайте, что рядом где-то есть ещё. Обязательно. У снегирей более яркие мальчики, а девочки бледнее или даже с серенькой грудкой. Снегирей ещё можно часто увидеть на рябине, ведь они питаются ягодками рябинки и бузины, а ещё семенами клена, плодами ясеня, почками липы. Они никогда не съедают все ягодки, а всегда оставляют своим сородичам. Не забываем нарисовать тоненькие лапки. Их немного видно. Можно синий цвет добавить к чёрному в оперении хвостика, в конце крылышка и на головке. Из синий чёрный получается хвостик и головка. Снегири – предвестники снега. По желанию, вы можете падающий снежок нарисовать набрызгом, жёсткой щетиной или зубной щёткой. Ну что, красота? Чудо чудное, диво дивное. Полюбуйтесь. Ой, какие снегири! Цвета утренней зари! На деревья сели яркой акварелью. Чёрненькие шапки, тоненькие лапки, Круглые пушочки, розовые щёчки. Флейты засвистели, Ух ты! Полетели! До новых встреч, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok